Добрый вечер! В эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Смотрите сегодня. Кому зеленый коридор? 42 500. После окончания ЧП некоторые граждане должны будут вернуть полученное пособие. За свои слова и поступки отвечать нужно. Талдыкурганцу грозит наказание за рассылку ложной информации о коронавирусе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сокупающие гербициды, оформляющие какие-либо сделки, должны иметь возможность проезда через карантинные посты. Жителю Куксусского района Таяру Дейнолову предстоит засеять порядка 300 гектаров. Причем земельные наделы находятся на территории двух районов. По словам фермера, нынешнее положение ЧП в регионе никак не препятствует его работе. Сельхозтехника для обработки полей на постах не задерживается. Как он утверждает, ему часто приходится ездить и в Талдыкурган за необходимой для работы продукцией. И при въезде в город проверка его документов сотрудниками и правоохранительных органов занимает максимум 15 минут. Сегодня ездил в город Талдыкурган в АКЛ, ездил за запчастями, на посту остановили, сказали куда ездить, куда передвигаться. Я сказал город Талдыкурган, они у меня спросили чем вы занимаетесь, я сказал сельхозпроизводитель. Я им показал индивидуальное предпринимательство, удостоверение личности, ну и пропустили, проверили, пропустили. Никаких препятствий не было. 2 миллиона 600 тысяч казахстанцев уже получили социальную помощь от государства в размере 42 тысяч 500 тенге с начала этого месяца. Однако, несмотря на сокращение сроков просмотрения заявок, выплата пособий производится с некоторой задержкой. В деталях сложившейся ситуации разбиралась Гульмира Темиргалеева. По поручению главы государства, казахстанцам, лишившимся дохода в период ЧП, выплатят денежное пособие в размере 42,5 тысяч тенге. Для реализации данной задачи в трудоемком процессе задействованы три ведомства. Это региональные департаменты занятости и социальных программ, государственная корпорация, правительство для граждан и государственный фонд социального страхования. Вместе с тем, расширение перечня категории лиц, имеющих право на госпособие, увеличило и рост заявок от граждан. Так, наибольшее количество поступило из Алматинской области. Это более 600 тысяч обращений. На сегодняшний день от предпринимателей и работодателей поступило более 24 тысяч заявок. Более 8 тысяч из них составляют обращения от работодателей. Количество работников зарегистрировано свыше 1800 человек. С 1 апреля в Казахстане около 2 миллионов 600 тысяч человек уже получили выплаты на сумму более 109,5 миллиардов тенге. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, общее количество обращений значительно превышает фактическое число заявителей. То есть происходит банальное дублирование заявок. Это сказывается на сроках обработки заявлений и проверки данных. Еще одна причина затягивания сроков – регистрация заявок от лиц, имеющих доход, однако претендующих на помощь от государства. В связи с этим Министерством труда внесены поправки, согласно которым с 16 апреля на пособие не смогут претендовать лица, не имеющие стажа в системе соцстрахования и пенсионных отчислений за год до введения ЧП. В список вошли и нерезиденты РК, и лица, совмещающие две и более работы. На сегодняшний день обращаются лица, которые не потеряли доход. Дополнительно у них идет с государственных учреждений, они не вышли в отпуск без сохранения заработной платы. Лица имеют социальную выплату только те, кто потерял доход в связи с действием во время чрезвычайного положения. Есть факты, те, кто обращаются, сотрудники государственных учреждений, они не теряют доход, они не имеют права получать эту социальную выплату. Сосов Гульбар Оразалины в основной массе заинтересованных в государственной помощи превалируют сотрудники медучреждений, школ, детских садов и получатели соцвыплат. По мнению специалиста, эти граждане хотят получить помощь от государства, при этом получают заработную плату в период ЧП. Также причиной отказа заявителю является и отсутствие соцсочислений за год. Как пояснили в фонде государственного социального страхования, в Алматинской области с начала месяца зарегистрировано около полутора тысяч таких обращений. На сегодняшний день заявку поступило 424 тысячи, из них утверждено 390 тысяч и поставлено уже на выплату. 322 тысячи уже выплачено идет. Именно это количество в Алматинской области. Вместе с тем встречаются случаи, когда 42,5 тысячи деньги получили лица, не относящиеся ни к одной из семи категорий нуждающихся. В данном случае вернуть деньги можно посредством реквизитов Государственной корпорации правительства для граждан. С сегодняшнего дня уже начата процедура возврата. После окончания режима ЧП все одобренные заявки будут подвергнуты проверке. Гульмира Тимиргалива, Надир Хамзин, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Диалоговая площадка антикоррупционной службы Алматинской области «Антикор» продолжает свою работу в режиме онлайн. С начала ее открытия проведены десятки встреч по различным темам. Сегодня о работе в режиме ЧП рассказали представители полиции области. Во время сегодняшней онлайн-встречи, состоявшейся в рамках проекта «Антикор Лайф», были обсуждены два вопроса. Первым рассматривались принимаемые меры по противодействию коррупции в правоохранительных органах. Как выяснилось, работа полицейских сейчас находится на особом контроле, о чем и сообщил руководитель антикоррупционной службы области. В текущем году ими уже было выявлено несколько фактов коррупционного характера. На площадке антикор-центра, вот как он открылся, уже мы провели, как я еще ранее говорил, более 30 онлайн прямых эфиров. Это разъединительная работа, юридические консультации. К нам приходят и юристы, и нотариусы, кто доводят до граждан, юридическую помощь оказывают. Также общественность помогает. Местные исполнительные органы приходят, руководители приходят. Как вы сегодня слышали, органы внутренних дел пришли, заместители руководителей департамента. То есть по введенному карантину в Алматинской области, разъединительные беседы. Со стороны граждан, следивших за эфиром в социальных сетях и представителей СМИ, было задано немало вопросов, касающихся работы полиции при режиме ЧП и мерах, принимаемых нарушителем самоизоляции. В целом, за нарушение чрезвычайного положения к ответственности было привлечено порядка 150 граждан. Продуктами в магазин один раз в день четко прописано, как я уже сказал, постановление номером 6 от 13 числа главного государственного санитарного врача Алматинской области в больницу, на свое рабочее место, если его предприятие имеет право работать и у него есть разрешение. А в других случаях он передвигаться не имеет права. Сегодня ночью на территории Алматинской области вступил в силу карантин, в связи с чем были усилены санитарные и пропускные меры на всех блокпостах. Многие частные автомобили после вступления в силу новых правил стали разворачивать в Асфоясе. Есть ограничения заезда и выезда в город Талдукган и Палматинской области. В настоящее время заезд разрешается для всех видов транспорта, обеспечивающих жизнедеятельность. Это сельхоз, техника, транспорт, служб доставки товаров, первые необходимости, транспорт, коммунальных и аварийных служб, для инкассажных автомашин, для медицинских работников, для других граждан, которые по необходимости работают в районе или в городе, приезжая из районов, разработан единый пропуск в Акимате области, где они могут получить. К нарушителям режима будут применены законные меры наказания, от штрафов до административных арестов, которые уже применены в отношении 49 граждан. Антон Хатиновский, Абзал Мусипов, при содействии Пресс-службы Департамента полиции Алматинской области. Четвертая четверть в режиме онлайн. Уроки для большинства учащихся общеобразовательных школ начались в дистанционном формате. Находясь под ту сторону экрана, дети черпают знания из телеуроков и онлайн-курса со школьными преподавателями. По признанию учителей, новый образовательный формат вызывает у ребят большой интерес. А это значит, обратная связь налажена. С момента введения режима ЧП казахстанские мальчишки и девчонки перешли на дистанционное обучение. В помощь педагогам страны на каналах Елярна и Балапан ежедневно проводится трансляция уроков. Также ретрансляция идет по местному телевидению, аудиоверсия на Радио Классик. С сегодняшнего дня начнет показ обучающего контента и телеканал Казахстан. К слову, по региону в режиме онлайн из 411 тысяч учащихся в образовательном процессе нового формата принимают участие чуть больше половины, а это более 225 тысяч человек. Вот теперь, Матвей, далее продолжаешь. Мы пришли к чему? Простановка. Матвей, продолжай. Нам неизвестно. Нам неизвестно. Урок математики в 4-м Г-классе идет в привычном режиме. Татьяна Кургина уже 12 лет учитель начальных классов. Педагог с 27-летним стажем, она, опираясь на практику и опыт, легко освоила азы дистанционного обучения. Теперь, благодаря гаджетам и интернету, за световой день учитель успевает охватить всех своих подопечных. А их у нее 32 человека. Для удобства обучения детей поделили на группы по трое учащихся. За 10-15 минут педагог дополняет тему урока, пройденного по каналу Елярна. Далее разбор примеров. Завершает учебный процесс, проверка заданий через кунделек и почты класса. В нее дети скидывают свои презентации и аудиоматериалы по пройденным темам. Дистанционное обучение – это и свои плюсы, и свои минусы. Детки активно включаются, детки работают. Им этот формат интересен. Но насколько это будет продуктивно и плодотворно по истечении времени, вот это тоже нам еще нужно будет проанализировать. В дальнейшем или нам нужно будет, учителям, уже опять же не стоять на месте, а применять все новые и новые какие-то, находить формы, подходы и методы преподавания данного материала. И, ну, или будем надеяться на все-таки наш стандартный вариант обучения. Из-за технических причин и отсутствия интернет-связи в некоторых регионах Алматинской области исключен вариант преподавания в режиме онлайн. По этой причине 173 человека по всему региону включены в учебный процесс через волонтеров из числа педагогов. Также по решению Министерства образования в нынешнем году учащиеся 9-10-11 классов освобождены от выпускных экзаменов. По словам заместителя руководителя управления образования Жанел Сулейменовой, охват учащихся области в плане дистанционного обучения составляет около 55%. В каждом районе есть свой куратор. Помимо этого действуют колл-центры для обращения по номеру 32-96-89. Итоговая аттестация, как мы привыкли, в форме экзаменов в этом году не будет. В связи с этой коронавирусной инфекцией, с этим чрезвычайным положением, они будут аттестовываться по итогам Сочи-40. То есть годовые выведутся. Я думаю, в этом ничего страшного нет. Наряду с учащимся школой и интернат Каратальского района, которые вынуждены учиться в обычном формате, грызут гранит науки и воспитанники детского дома Айналайн. По уже известной схеме дети изучают новую тему по каналам Нелерна и Балапан. Дальнейшая работа ведется непосредственно педагогами учреждения. Мы перешли на новое дистанционное обучение. Конечно, это новое не только для наших учителей, так же и для нас. Для этого мы используем платформу как Кунделик, Классрум, Ватсап. Мы общаемся с нашими учителями, так же нам помогают наши воспитатели. А в свободное время мы смотрим телеканалы Елиарна и Балапан, где проходят по три урока по 10 минут и узнаем много нового. Водитель такси в Павлодаре избил девушку за отказ оплачивать проезд. Павлодарка возвращалась домой глубокой ночью, но, приехав, отказалась платить. Возникшая словесная перепалка закончилась тем, что девушка набросилась на водителя с кулаками, а после пыталась скрыться в подъезде своего дома. Не вышла. Водитель догнал ее и несколько раз ударил бейсбольной битой. По словам полицейских, нападавший мужчина задержан и находится под подпиской о невыезде. Несмотря на то, что пострадавшая в полицию не обращалась, досудебное расследование ведется по статье самоуправства. Водителю такси грозит тюремный срок до трех лет. Санкции статьи предусматривает и альтернативные виды, наказание штраф, исправительные работы или ограничение свободы. В отрав браконьеры подожгли мотоцикл инспекторов. Преступники в розыске. Видеоролик с потасовкой браконьеров с рыб инспекторами распространяется в мессенджерах и социальных сетях. На одном из видеороликов снято, как браконьеры, которых инспекторы задержали с уловом, оказывают сопротивление. Причем один из задержанных поджигает мотоцикл. В это время инспектор его оттаскивает от мотоцикла и между ними завязывается потасовка. На втором видео – горящий мотоцикл. Вокруг разбросана рыба. Сотрудниками полиции установлены подозреваемые и на данный момент принимаются меры к их задержанию. По данному факту начато досудебное расследование по статье 335 Уголовного кодекса «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» и по статье 379 «Неповиновение представителю власти». Вопиющий случай водитель Бентли нагло проехал блокпост на огромной скорости, подвергая жизнь людей опасности. Инцидент произошел на Каскеленской трассе. При этом нерадивый гонщик снимал все действия на видео и даже умудрился опубликовать в социальных сетях. По иронии, этот ролик и помог вычислить нарушителей и является неопровержимым доказательством их вины. В пресс-службе департаменты полиции Алматинской области сообщили, что по факту нарушения режима ЧП установлены 35-летний водитель и его 30-летний пассажир. Мужчин привлекли к административной ответственности. Данные лица сразу же были привлечены к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Решением специализированного Межрайонного административного суда Карасайского района оба фигуранта арестованы на 15 суток. Автомашина изъята и водворена на специализированную штрафную стоянку. В настоящее время задержанные граждане находятся в изоляторе временного содержания в управлении полиции Карасайского района. На просторах социальных сетей появилась информация, что в Талдыкургане зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом. Как выяснилось, аудиосообщение рассылал в WhatsApp житель областного центра. Автор в голосовой трансляции ссылается на приближенное лицо. Полиция сразу же принялась искать источник. Как выяснилось, им оказался парень 1986 года. Молодой мужчина нигде не работает и, судя по этому, решил таким образом взбудоражить народ. Задержанный признался о своих недобрых намерениях, а также посетовал, что запись была сделана им 13 апреля, причем в состоянии алкогольного опьянения. Лжеинформатор данной голосовой рассылки сейчас задержан и в отношении него заведено уголовное дело за распространение ложной информации по признакам статьи 274. 13 апреля 2020 года примерно в 7 часов вечера было по WhatsApp отправлено аудиозапись о том, что 12 человек коронавирусом заболели в Талдыкургане. Это ложная информация. Это все было придумано. Я прошу прощения у города Талдыкурган. Больше это не повторится. И другим людям хочу сказать, чтобы они этого не повторяли. Сила в единстве. С каждым днем число желающих добровольно поддержать государство в период ЧП растет. Среди них и молодая семья Алпысовых. Они по своей инициативе решили пасти 4 крупных поста, развернутых на въезде в Талдыкурган. Айдар и Айнор развели ужин для 60 медиков и полицейских. Ранее молодая чета также доставила обед для дежурных на карантинных постах. Наша задача сейчас быть сплоченными и поддерживать друг друга в такое нелегкое время, утверждают они. К слову, по периметру города для контроля въезда и выезда жителей области установлены в целом 12 карантинных постов, 8 из которых являются мобильными. Сегодня мы решили с супругом накормить все наши 4 поста. В это нелегкое время, сейчас, которое происходит у нас в стране, в республике, мы решили внести свою лепту, помочь нашим ребятам, которые охраняют нас, берегут нас. ПОЛЬСКИЙ ПАРЛАМЕНТ Интерпол США ПОЛЬСКИЙ ПАРЛАМЕНТ Уже ровно год прошел со дня разрушительного пожара в соборе Парижской Богоматери. Огонь полностью уничтожил большую часть деревянной кровли, часы и шпиль. Трагедия потрясла всех. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить храм в течение пяти лет. На реконструкцию было обещано выделить 750 миллионов евро. Однако в планы вмешалась пандемия коронавируса. Работы, как и предполагалось, пришлось временно отложить. Во Франции верят, что собор возродится. Вот только битву за восстановление Нотр-Дама придется отложить. До тех пор, пока не будет выиграна война с коронавирусом. Такой оказалась информационная картина уходящего дня. Спасибо за внимание и оставайтесь дома. Редактор субтитров А.Семкин